Это село Немчиновка. Местные жители объявили борьбу с мусором, взяли его, так сказать, под свой контроль. Они сортируют вторичное сырье и передают его в переработку. Яркий пример тому, как нужно любить окружающую среду и заботиться о ее будущем. Упаковки, пакеты, пустые бутылки – ежедневные спутники нашей жизни. Мы много потребляем, но больше выбрасываем, причем машинально, не осознавая, что именно в этот момент наносим огромный вред экологии, а значит самим себе. Кажется, что использованные вещи никогда не пригодятся, но как бы не так. К примеру, алюминиевые банки могут стать отличным сырьем для производства детских велосипедов, а из пластиковых бутылок можно сделать флисовую куртку. Так может, стоит начать собирать мусор по правилам? Например, как это делают активисты из села Немчиновка. Идея на самом деле не моя, это придумал мой муж. Я долго ему жаловалась, что мы так много производим, это все не перерабатывается, лежит на свалках, это все так неаккуратно. Как же будут жить наши дети вообще, в каких условиях? Буквально неделя прошла, как я втянулась, поняла, что на самом деле это очень просто, очень. Ты просто все споласкиваешь, аккуратно складываешь то, что перерабатывается, и стараешься не покупать то, что не перерабатывается. Теперь девиз этой семьи – разделяй и властвуй. Над мусором, конечно, как признается героиня сюжета, делать это совсем нетрудно, под силу даже детям. Главное – правильно начать, и тогда сортировка мусора станет привычным делом. Самая популярная категория пластика, которого ну очень много и которую по возможности нужно стараться сокращать – это пятерка, мягкая упаковка от продуктов. Следующая категория, про которую я хотела бы рассказать – это тетропак. Не все знают, что его можно сдать на переработку, но у нас в стране есть целых три тетропак перерабатывающих завода. Два из них перерабатывают тетропак, который оказался бракованным, и всего лишь один перерабатывает тетропак, который уже был где-то использовался. Это бутылки, у них на донышке есть вот такая выпуклая точка. Это говорит о том, что это ПЭТ-1. ПЭТ-1 тоже необходимо сполоснуть, смять. Отдельно нужно собирать также стекло, бумагу, изделия из металла и бытовую технику. Все предметы должны быть обязательно чистыми, свободными от содержимого и правильно сложены для экономии мест на складах переработки и во избежание порчи всей партии вторичного сырья. Существует такой прекраснейший проект, называется Собиратор. Можно зайти посмотреть на сайт собиратор.рф. Они на сегодняшний день принимают самое большое количество вторичного сырья для переработки, включая зонтики, дозаторы, зубные щетки, CD-диски. Пластиковые бутылки в одно ведро, предметы личной гигиены и тюбики в другое. Оказывается, все просто. Но зачем мы это делаем, спросите вы. Я беру пример с хозяйки этого дома, для которой сортировка вторичного сырья не только приятное удовольствие, но и правило, которое вся семья должна неукоснительно соблюдать. Кстати, сортировать вторичное сырье можно и в квартире. Для этого отлично подойдет балкон или кладовка, где можно разместить коробки с мусором. Если это не ваш вариант, то разделяйте бытовые отходы в два контейнера, которые можно расположить в любом кухонном шкафу. У многих есть привычка собирать магазинные пакеты и складывать их на полочку, а когда состарятся, попросту выбросить. Для таких случаев тоже нашлась альтернатива – эко-мешочки. Вот такие продаются в магазинах Кусвелл. Вот такие эко-мешочки, они так и называются, эко-мешочек. Можно купить на любых экологических, там, вегетарианских выставках. Эту мы купили на Вегмаркете. За счет того, что мы стремимся осознанно подходить к потребительству, наш бюджет стал значительно экономиться. И, ну, вот на примере других семей, им, например, удается экономить до 40% бюджета на осознанном потребительстве. Для нашей героини очевидно, что мир спасет прежде всего не красота и любовь, а чистота. Поэтому она приглашает всех желающих принять участие в акции по сбору вторичного сырья, которая состоится 21 июля в селе Немчиновка. Такие акции, они позволяют вдохновить других местных жителей на то, чтобы заниматься таким чудесным делом. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.